Вартану уже в ноябре начались проблемы со здоровьем. Он тогда снимал свой последний, над данным моментом, фильм «Зверобой». Во время съемок он начал себя плохо чувствовать, поэтому и далее. И он обратился уже в больницу. Вот месяц его обследовали, и в результате не смогли нормально поставить диагноз. И Вартану направили в Германию. На обследование. В итоге за несколько дней поставили диагноз страшный, острый лейкоз, меловластный. И там уже он прошел первый курс химиотерапии, где уже средств вообще не было. Нет, в Германии. И он вернулся в Москву обратно, и мы начали сбор средств. В итоге через социальные сети и знакомых мы собрали более 20 тысяч долларов. Это большая сумма, мы благодарны всем. Но этой суммы не хватает на трансплантацию. Сейчас нам нужно более 80 тысяч долларов. И донором, кстати, являюсь я. То есть, да, поисков донора не надо делать. Поэтому, слава богу, что это плюс. Да, большой плюс. Теперь мы ждем сбора средств. То есть, на вторую химиотерапию нам хватает денег, благодаря всем, кто пожертвовал. А на трансплантацию нет. В армянском языке есть слово Чанапарингель. Он мой друг. Мы с ним объездили практически весь земной шар. Больше были в 30 странах в командировках. Это уникальный, уникальный в Армении журналист с удивительным талантом, с очень глубокими знаниями в области искусства, культуры, в частности операторского дела. Это человек с большим вкусом и очень виденем перспективы. Сейчас говорят, что болезнь дается нам для чего-то. Может быть, она нам дается для чего-то. И, может быть, такому талантливому молодому вартану, у которого вот такая была дорога счастливой реализации и в творчестве, и в жизни. Может быть, это испытание дало для того, чтобы он его преодолел при нашей помощи. Каждую меру своих возможностей. И было бы много свершений, которыми мы все вместе гордились бы. И были бы рады, что вот этот этап жизни вартана прошел. Поэтому давайте объединимся и поможем перевернуть эту страницу жизни. Мне кажется, что нам сейчас во дворе всего нужно поставить не то, какой он хороший специалист, какой он хороший товарищ, какой он профессиональный оператор и все, что мы знаем. Мне кажется, что сейчас нам не нужно лишний раз говорить о нем как о хорошем, прекрасном человеке. Это мы все знаем. Нам нужно посмотреть здесь в первую очередь на его главную проблему. Он молодой, у него молодая жена и молодая девочка.